Привет, дорогие друзья! Привет, дорогие зрители! Ну и чудо-комментаторы моё отдельное вам здравствуйте! Поговорим о Самвеле Адамяне и, конечно же, Гранденика влог. Ну что ж, последняя шокирующая новость. Коленька с Самвелом покупают квартирку в новострое, конечно же, для Коленьки. Не знаю, насколько это правда. Возможно, это просто очередная часть контента привлечь внимание. Потому что, как бы, мама, видимо, поднадоела зрителям и решил Самвел приобщить Коленьку к контенту. Но всё может быть. Первое, что было очень смешно, совсем недавно, только после днюшечки, Коленька собирался маленькими кучками, кучка кучки, собирать себе на квартирку. А тут бах, 2-3 недельки прошло и Коленька уже замахнулся на новострой. Самое смешное, да, ребят, мне интересно, чем этот топовый блогер будет платить. Наверное, с трёх видосов за неделю, которые он показывает. Но, возможно, его видосы, конечно, настолько топовые, что потянут кредит и за автомобиль, и, конечно же, за квартиру. Самое смешное, как он замахнулся на новострой, в который ещё нужно действительно вложить нормальную сумму денег. Там нет даже перегородок, то есть нет ничего. Голая коробка. И вот здесь тоже начнётся веселье, потому что, по факту, в эту квартиру вложат ещё половину от её стоимости на внутреннюю отделку и обустройство этой квартиры. Но здесь, по факту, Коленьки интересы абсолютно не учитываются. И вообще не понимаю, зачем Самвелл что-то там прислушивается к Коле. Кто платит, тот и заказывает музыку. Ты должен понимать, за что ты платишь, Самвелл. Поэтому всё детально изучать необходимо только тебе, Самвелл. Коле необходимо увидеть исключительно внешний вид с улицы, чтобы понимать, куда выходит его коридор и какой вид у него будет из окна конкретно в коридоре. Вот это важно и на лестничной клетке. Именно это важно, конечно же, усвоить Коле. Следующий момент, ребята, я вот не понимаю, зачем Самвелл прервал разговоры и рассказы Коле Ивану, застройщику, о том, как он в Италии мыл окна. И нам бы снял, и мы бы с удовольствием послушали, как Коля мыл окна, намыл на такую сумму их в Италии. Приехал в Украину, родителям домик купил, себе одну машинку купил, потом вторую, теперь на квартирку замахнулся. Я так понимаю, что всем нужно срочно ехать в Италию мыть окна, ребята. Вот такие там доходы. Это, наверное, был бы какой-то действительно мотивационный ролик, как можно добиться успеха, ну, судя по Коле. Далее, да, ребята, интересно было бы очень посмотреть на реакцию Татьяны Васильевны. Не вовремя Самвелл отключил мамин Ютуб, не вовремя. Вы представляете, в какой бы она была агонии и как бы много всего интересного она нам рассказала. Потом, конечно же, да, я услышала, что еще пупсу светит даже акция, даже скидка за счет того, что он блогер. Вот действительно говорят, да, дуракам всегда везет. Родись пупсом, и тебе по жизни фартить будет. Вот так, ребята, это смешно как-то для меня и странно выглядит. В следующий момент, да, который обратила внимание, еще недавно Коленька жаловался, что ему не хватило на зубки, все деньги походу ушли на новые капсулы, а тут бах, и квартирка уже почти в кармане. Когда они приехали оповестить, да, родители, то есть приехали на игрень рассказать о том, что Коленька выбрал квартиру на 17 этажу, родители были в шоке. Они были пришиблены и даже где-то удивлены. Наверное, они начали понимать, что все, сгинула их дытынка, связал ее Самвелл по рукам и по ногам. И сытники теперь с пупсом будут очень долго отрабатывать новострой. Контента теперь и трэша будет более чем достаточно. Сытники пришиблены, они теперь понимают, сколько дерьма на них польют. И как им надо будет действительно трэшить, позволять себя засирать, себя и Ольгу Леонтьевну, для того, чтобы Бубочка жил там, где он хочет, в новой квартирке в центре города. Вы знаете, ребята, смотрю на это и не перестаю улыбаться. Видимо, весь ролик сытники реально сидели и переваривали полученную информацию. Одна Ольга Леонтьевна молодец. Она не растерялась и сразу спросила, откуда такие деньги. Вот это тот человек, который не стесняется и конкретно интересуется. То есть даже она сидела ошарашенная, понимая, что сытникам это не по карману. А сытники, видимо, сидели и переваривали, как им теперь надо будет отрабатывать и на какую сумму это все потянет. Ребята, вы знаете, действительно удивляюсь и поражаюсь. Понятно, у сытников и близко с каналов нет таких доходов, с канала, да, чтобы они это потянули. Но поражаюсь Коленьке. То есть Бубочка, которая с Ютуба зарабатывает около 3000 долларов в месяц, это в лучшие месяца. У которого кредит, у которого капсулы, куча расходов текущих, да, аренда жилья и тому подобное. И тут такие замашки не просто на какую-нибудь квартирку, а именно на новострой. Еще и дизайнера приобщают. Ну, в общем, прикиньте, какой движ создает один Бубочка. И вот здесь, да, а Самвел, видимо, в этот момент чувствует себя папиком, да, кормильцем, что вот исполняет прихоти Коли. Ребята, жестко и действительно весело. Далее, конечно же, Самвел пригласил Ольгу Леонтьевну переехать в свою новую квартиру. И вот здесь мне хотелось спросить, а с мамой ты посоветовался или двух подружек в одну квартиру? То есть до этого предлагал Татьяне Васильевне переехать в новое жилье, теперь и Ольге Леонтьевне. Но по факту, да, вот это был бы контент. Там бы вообще все, конечно, я не знаю, молнии искрили. Главное в квартиру понапихивать побольше камер, чтобы мы ничего не упустили. А вообще, ребята, без смеха, если действительно это правда, да, покупка Коленьки на 17 этажу квартирки, то как-то странно и непонятно, почему, например, не купить в новострое квартиру для мамы на первом, втором этаже или на любом принципе. Почему? Потому что в новострое, понятно, с лифтом проблемы никакой не будет и она сможет выходить на улицу. То есть зачем Коле такая квартира? А Коле отдать мамину планетную и все, и все было бы хорошо. Но нет, вы видите, всегда не зря говорят, ночная кукушка дневную перепоет. И вот лишний раз Коленька это доказывает. А вообще весело, да, не надо ни к чему стремиться, не надо учиться, не надо быть умным каким-то, целеустремленным по жизни. Достаточно родиться Коле. Ну, конечно, не дай бог, чтобы ни у кого рождались такие Коли, но со стороны наблюдать за этим очень-очень весело. И смотрю, покупки квартиры радуются только Самвел и Коля. Сытники никакой реакции активно не проявляют. И очень понравилось, как сказал Самвел, мы покупаем квартиру. Все, держите меня семеро. Но сытники, видимо, не очень впечатлены. Хотя по факту я вообще не понимаю, зачем ему квартира, если он очень много времени проводит у родителей. То есть, понятно, семьи не будет, внуки не светят. И так Коля может спокойно находиться у родителей, вторую часть времени у Самвела. И зачем ему отдельная квартира, ну, хотя вы знаете, конечно, у богатых свои причуды, и Коля себе может это позволить. Пока есть такой Самвел, который платит, а самое главное, после этого еще отремонтируют, еще мебеля туда купят, всю технику приобретет. И все, Коля будет в полном фуле купаться. Все, у него удалось. Я смотрю, конечно, на это все, конечно, с долей юмора, с долей иронии. И очень хочу дождаться реакции Татьяны Васильевны на приобретение квартиры. Как она это озвучит. И представляю ее шок, представляю ее стресс. Пора вернуть срочно маме YouTube. Начнет отбивать стоимость, скажем так, квартиры, которую купит Коля. Потому что там будут топовые видео наверняка. Ну, вот это все, что, ребят, сегодня я хотела сказать. Продолжение, конечно же, следует. Всем пока, до новых встреч.